Спасибо. Есть обучение по закону Николая Мотарева? Спасибо. 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 Господиsec�. Сам. Вот есть так называемый обряд от тени – это омывание, основанное свадебное омывание – это очень некое праздничное егля водо. Это бесценная направка, конечно же, да, но сам факт того, Причем очень его разбил, в те времена представителя, очень просто, без забавы, непонятно почему. Видимо, это очень символично, это отражает, да. А находящийся рядом, так сказать, интеллектуал или просто человек, вот и вот склеился. Вот сейчас каждый из вас может, каждый может его увидеть, когда вы снимаете археологическую музею. Он, например, на первом шкале, да. Дальше можно показать, что рисовки его сделаны, найдено, да. Это очень показательно. Почему же здесь, вот именно в этой церкви, этой церкви античного слоя, готовятся ставить на мощь, понимаете, на него никто не обращал никакого внимания, понимаете. Дело в том, что история одесских раскопок, она такая, какая-то опанная, и главное, характеризуется полным пренебрежением, если не противодействием властей во всем временем. Это не важно, какие были пути, с самого начала, сразу после открывания леса, когда основателем города, и всем было прекрасно, совершенно ясно, что он находится на месте бывшего археологического церкви. Понимаете, эти материалы, как говорится, были из-под земли, это было ясно. Это, видимо, даже из многих зависов с темповского, впоследствии, скажем, даже уже охватываются, да, не попросили принять какие-то меры по их защите. Вот. Но и тогда, еще в 1798 году, некий грекор, которого я пытаюсь выдумывать, типа Фанагеа Торнингер, здесь есть мои коллеги, я ошибся в нем, а это не важно. Он вместе и с итальянским монстром, монстром, и в общем, подавали поражение на разрешение В общем, никто не принял, понимаете? Вот. И им отказали, потому что нечего. Понимаете? Вот, ничего. Почему отказали? Совершенно не понятно. Вот. Из тех пор в сущности, из нас, как бы, никто этих, кто-то ни разу не делал, понимаете? Только любители, и любители древности, которые потом организовали и одесское общество, Они следили за строительными работами. Если вы покажете дальше, где деревья, вот посмотрите. Вот это вот трата аркеологических работок и, в частности, в нашей расходе, еще другой участок у нас был привар, а вот это да. Он, в сущности, весь сосуд. Практически так. И покажите, пожалуйста, предшествующий термин. Вот это вот. Посмотрите. Это все обращает ваше внимание на то, что это обломки подобных сосудов целым, которыми я вам его показал. Понимаете? Гуадун необычайно богатый. Понимаете? Мощь и твердость. Вот точно его название неизвестно. Я, как сказать, я объявляю, что этот город полисел. Но это не имеет значения в данном случае, а имеет значение именно мощность и насыщенность необычайно богатой посуды. Это был голубейший антично-центральный, честно говоря. И по всем дамам даже по этим жалким, поскольку очень надо. То есть, вы посмотрите видео. Сейчас, как видите, уже вещи опубликованы и, в общем-то, перестали быть неизвестными. Да. И поэтому мы, собственно, находимся на этом слое, на этом слое, который подстрелает весь и всю территорию Климовского клуба. Вплоть до, ну, переулок Жирьковского, значит. Особенно в оперном театре, который одесский гейстник еще в тысячу первых выпусков своих. И в 1827 году он писал, что мы находимся, и облесностью театра представляют собой истинно классическую часть. Где бы ни ревизировали все время, сколько бы все новые и новые. Понимаете? Это все фиксировалось в газетах такими, как Ла-Анбер, значит, как Степовский. Да. И эти заметки потом просто, как бы, камами влезут. Понимаете? Никто это не обосправило. Если не случай, уже в советские времена, то есть, вы вышли 150, это, понимаете, после этой работы, это, как бы, сейчас принято реализировать период потепили, значит, в конце 60-х годов. И то, в связи с состоительными работами. Здесь было бы, это для каких-то целей, как состоительная даншея между памятником, памятниками Крушкина и Рейшик-Девакой. Вот. И ее решил зачистить тогдашний заверующий фонд «Одесского археологического музея интеллигент, Миша Чучокер». Вот. Эмогрил Исаевич Диоман. Причем, да, и он зачистил эту даншею. Просто слез и сделал маленькую крест прямо в фото-дисиницу. И что же он нашел? Да, он нашел, в сущности, он, в общем, нашел достаточно много предметов. Был зачищен этот шея, и островный забитный оставки стоений, значит, и античная черепица. И, да, ну, типа, у него тоже была такая же странная судьба. Власти были недовольны. А коллеги его засмеяли. Вы думаете, что он был человеком и дикателем. Но лишь газетная заметка попала в прессу. Одна, вот мне помню, что ее фамилия, фамилия этого корреспондента была «Станчик». Я не знаю, говорили, что это что-то нынешнему поколению. Вот. Но. Вот. Заметка она так и называлась. «На один год». Понимаете? То есть, все признаки организма и персекла комиссического центра были тогда уже здесь. И это дело зовут. Понимаете? Вплоть пока, ну, так сказать, вот случайно за это дело не взялись. И то случайно на это дело нашли. У оперного театра это ваш поклонный слуг. Значит, мы в 1995 году просто привели инициативу вместе со своим другом, потому что, как всем известным здесь, и Калиеведовым, и писателем Олегом Иосифовичем. Когда мы строили раскопку Великого театра, можем показать картинки из вещей. Ага. Вот это, кстати, строительные остатки, которые выходят здесь прямо опять же напрямую. Прямо перед Волком. Вот. Они все датируются Пятым, Четвертым веками. Покажите еще видеорядку. Я хотел бы показать о словах Великого театра. Почему? А вот, смотрите, вот это вот поздно выглядит. Смотрите, вот эти вот подопроводные гуманитации. Здесь культурный слой связок. Это у Воронцовского дворца. А мы сидим в ямах. Вот. Это вы, в общем, вы знаете, кто-то вы всех знаете. Вот. И... Каким образом? Это вот... Ну, тоже, правда, круто. Это выселка 2-й половине 6-го века. То есть у нас выселка очень дружина. Понимаете? Вот здесь, да. Покажите, чем дальше. Понимаете? Есть вот... Вот мы заканчиваем этот слой. Даже не ведомый. Вот. Вот мощность культурного слоя. На заборах. Вот здесь. Вот на заборах. Да. Вот в своем случае. К чему я это говорю? Я часто... Я это говорю совершенно целесообразно в связи с согласованием из предшествующих строителей. Вы поймите. Дело в том, что, на самом деле, я вынужден рассматривать историческое, интенсивное строительство в Альтезе как благо. Сейчас я объясню почему. Потому что, если бы его не было, мы не могли бы это проработать. Понимаете? И поэтому, каждое подобное строительство... Вот сейчас... Особенно мы нашли джинестру. Значит, вот, наложили как раз это строительство в Альтезе. Но случайно. Потому что... Это совершенно неконтактированное строительство. И при нем они выдают искать ученики. И поэтому я призываю всех присутствующих. Призывайте всех. Призывайте всех. Каждого из вас. Призвайте всех своих, кто следит за этими ситуациями. Вы многое реализуете в Бертлурадуке. Собрали в Беликобритании. Подробности, значит, как артичный поступок. Часть, которую я могу сказать, скандалю так. И Средневековый. Вот, который может указывать про это существование. Средневековый, несколько человек. Они были дополнительные вещи. Каминанси, которых можно реальность использовать. Вот это вот, глубина внутреннего условия, 2-7 метра. Это по циал-звинизму. Почему я говорю, там собираются строить оборудование. Мы должны требовать эксплуатационных охранных доступов, потому что без этого законодательства это не возможно. Там как раз эпицентр, это узкие охранительные балки, там вот эпицентр, это джинейство. И они еще там есть геноэкетки, они как геноэкетки, они как геноэкетки, они как геноэкетки, они как геноэкетки, и вполне возможно, сколь. Но это сколь и шут, понимаете. Я это говорю в будущем исследовании. Давайте я вам так сказать, я много времени уже, я не веду эти доклады, а также и в жизни, чтобы я сказал, что я этим не займу. Если можно, только давайте чуть дальше скобки. Если, если будут... А! Вот этого – да, слабый Хеджибельception, санха, а вот этот, вот это уже? Вот этот вытацов, вот этот вытацов и вот эту вот заботу. Не помню все, поскольку я не могу повезти, носки... И дальше. Я... почему так далее, мы будем вот эти или те, кто будет игровать исследования, они будут сталкиваться Вот с такими вот слоями, понимаете? Я почему это говорю, как бы... Я делюсь вон, понимаете? Потому что Одесса вся, вот таким вот образом... Скорёшь, ну вот это вот ступеньки Партио Лонжерона. Но в этих условиях мы нашли вот эту фианику, которую я бы не сказал, понимаете? Почему она богатая? Потому что они... Эти дома, вот эти пяпые дома, вот эти два слоя Лонжерона, здесь в поле, значит, был дом Леном и гостиница Олона. Это пяпые дома, это пяпые дома здесь. И князь... И тот князь Аболковский. Насколько эти были очень эффективны, потому что мы нашли обряд основания Одессы, который хранится в Одессском Георгическом музее, в отдельной медлине. И я не знаю ни одного, по-моему, города в мире, как говорится, который мог бы попасть с тобой. Понимаете? Это очень эффективное событие. Поэтому, так сказать, мы же... Мы находимся, я не хотел сказать, мы находимся на бесценном слое. И я очень, конечно, огорчен, потому что вся наша деятельность в Губере находила, в общем-то, под привязком... Я должен заметить, насколько мое время истекает, привязком, но кукуаном и даже активным, я бы сказал, сопротивлением как органов анопонитников, так есть и тут археологи. Вот. Почему? Потому что... Вот так вот, это факт. Понимаете? Вплоть до, так сказать, подковарского и уголовного диска. Даже в таком состоянии. Тем не менее, это было удалось подбежать. Но дело было в том, что всем памятные зашли имена Павлеевна Галяна Ториевна Шкерова, которая не желала. Хотя я ее умолял провести. Вот когда, в основном, они конструкции ОПЕРНОГО тяда, когда вот этот... Сам ОПЕРНОГО свой. Я ее мотографом умолял, а из-за того, как она из-за того, ни за что. Вот. Но я и подписывала согласование, значит, завод-деланной Татьяной Бома-Самойлова. И такая практика продолжалась... Вот, это не без исследований. Такая практика продолжалась... Ну, как в 20-30 году. Я думаю, что единственное, что я могу сейчас сказать... Я хочу сказать, что... Я надеюсь, что сейчас отлаживает театизм, которые находятся в хороших руках. В хороших руках. И даже представители геологии, которые будут руководить этим театизмом, они находятся в этом саде, попросили себя не называть. Я надеюсь... Я желаю уйти потом из-за суд, который я вам показываю. Здесь много. Понимаете? Вот. И если будут... Тем более, как всем известно, здания, которые находятся рядом с вами, они находятся в опасности. Всегда известно. Именно... Да. И поэтому... Я логичные, кстати, за обязанности. Я просто вот это вот недаром показываю, чтобы вы могли видеть, с какими трудностями она может оказаться связана. С какими трудностями она оказаться связана. Но главное, все-таки это преодолеть и вытереть. И я думаю, что здесь как раз, поскольку мы находимся на оплату, понимаете, город оплаты, он очень просто антифицирован. Вот. Значит, эти ямы, которые я вам показываю, они показывают, что пиктовый слой заканчивается. Вот здесь тренинг, не более. Два тренинга не более. Понимаете? Это вам действительно. Вот. И поэтому я надеюсь, что нас ждет еще множество радостных открытий в связи с этим. И хочу вас поблагодарить за внимание. Спасибо.